привет всем сегодня хочу предложить вам еще одну очень простую идею как сделать себе колье я буду использовать деревянные бусины это 8 миллиметров и такого же цвета деревянные бусины 4 и такого же размера 4 миллиметра деревянные бусины светлого цвета обычно я закрашиваю дальше колечки спейсеры кожаная нить 1 миллиметр диаметр для оформления застежки сама застежка затем вот такие вот иглы с колечками на конце затем у меня вот такие были пластины я только в них прикрепила кольца так что еще вот эти вот штучки которые закрываются и ну как бы стоп стоп береза 6 миллиметров ну и инструменты собрать это колье очень легко но сначала нужно сделать вот такие заготовки я беру иглу дальше мне нужны спейсеры набираю спейсер затем деревянная бусина сколько она миллиметров 8 потом снова спейсер береза снова спейсер деревянная и спейсер загибаю на 90 градусов отрезаю лишнее оставляю только где-то 5 6 миллиметров максимум 7 и затем круглогубцами делаю крюк и затем плоскогубцами хватаю за один и круглогубцами за другой и выровнять их потому что они должны смотреть в одну сторону они всегда должны смотреть в одну сторону но в этом случае особенно потому что обе стороны будут нанизываться на нить и вот таких мне нужно ну как минимум 11 теперь я беру кожаную нить и отрезаю вот 18 с половиной инчи или же 47 сантиметров одну и вторую я сделаю где-то 20 с половиной или 52 сантиметра и теперь начинаю сборку я беру первую короткую и делаю вот такие небольшие надрезы на концах чтобы было легко нанизывать бусины диаметр кожного шнура у меня один миллиметр начинать можно с любого конца я начинаю с середины чтобы удобнее было ровнять набираю вот такую заготовку между ними ставлю по деревянной бусине деревянная заготовка деревянная это будет середина 3 затем опускаю металлическую пластину у меня уже на ней нанизан 4 кольца я прохожу через кольцо и дальше нанизываю одну такую деревянную две темного цвета тут уже как ваша фантазия вам подсказывать лишь по размеру все подходило и одна светлая и прохожу через второе кольцо сейчас попробую тоже сразу поставить на середину это вот подровнять то потом можно будет но чтобы сильнее двигать дальше идет вот такая 2 1 заготовка 1 деревянная между ними заготовка сейчас то же самое сделаем другую сторону так металлическая дальше идет 2 1 белая 2 темных 1 1 белая через концу дальше идет заготовка белая заготовка вот так вот выглядит середина дальше ставлю у меня вот эти две вот эти пластины они чуть-чуть отличаются по цвету поэтому светлее поставила середину потемнее на по краям снова пластина дальше идет белая темная на принципе рисунок и не меня так я и продолжаю двигаться так две темных и светлая через кольцо светлая между ними вот получается геометрически все правильно потому что тон ну мелкие бусины идут вверх темные вернее увеличивается размер к низу все соблюдено дальше через пластину и здесь заканчиваю все точно так же по рисунку симметрично теперь я буду использовать вот такие металлические открытые бусины я нанизываю вот сюда нужно самое главное в чем трудность в том что мне тут как бы за камеры очень трудно подойти нужно ее поставить именно на правильное место и плоскогубцами я ее сейчас закрою и все вот этот конец уже никуда бусины лежать не будут и то же самое сделать на другом конце теперь я беру второй кожаный шнур и прохожу по низу прохожу через нижнюю петлю здесь я между ними буду ставить две темные через следующие через следующую здесь должно быть небольшое расширение поэтому буду делать немножко больше добавок одну под пластиной прохожу точно так же как и наверху ничего не меняю 1 светлую 2 темные и одну светлую через кольцо до конца Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь только проверить правильно все ли сделано и поставить вот такие заглушки на концах, так же как и делала я на первом ряду. Продолжение следует... После того, как все готово, вот я сложила пополам, подтягиваю концы и все-таки, как я не пыталась делать ровно, но все равно не получилось. То есть делаю им все модные длины, чтобы не мочится потом. Все, и теперь на конце добавляю вот такой наконечник. Для этого нужно уложить вот сюда и загнуть плоскогубцами. Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь мне нужно... Теперь мне нужны кольца и застежка. Я открываю кольцо, нанизываю колье и часть замка и закрываю. Продолжение следует... И вот такое колье очень просто готово. Всем удачи, увидимся, пока!